Итак, у нас сегодня очередная лекция по курсу эстетики, которую я обозначил как фигура двойника и эстетика ужасного. В прошлый раз мы с вами подошли к выводу о том, что в общем-то в фигуре двойника вполне вероятно может концентрироваться самая сердцевина, то есть самая ядерная часть ужасного как такового, и сегодня мы начнем с этим разбираться более подробно, тем более, что для истории кинематографа, к которому мы плавно будем переходить, это является очень важной темой, тема двойничества как такового. Во многом благодаря тому, что в общем-то фигура двойника проявляется в европейской культуре, в общем-то, если не в одно и то же время с кинематографом, то в общем-то отстоит от его появления не столь уж далеко. Фигура двойника – это фигура, безусловно, нового. Понятно, что в сказках и мифах разных народов встретить подобное можно, об этом мы тоже еще поговорим, но в той ипостаси злого двойника, который вторгается в жизнь героя и разрушает ее, эта фигура будет представлена, конечно, прежде всего, в романтической литературе и наследником ее становится, прежде всего, ранний кинематограф, где зачастую даже те же самые люди работали. Я специально сегодня выбрал фигуру Эверса, выдающийся писатель, один из мэтров в области мистической литературы и фантастики начала 20-го века, тот, кого не обходит своим вниманием, конечно же, и ладко в своей работе «Ужасы сверхъестественные в литературе». Так вот, мы сегодня будем знакомиться с его сценарием, к знаменитому кинофильму «Бражский студент», который в полностности слова можно считать первым художественно-оправданным выдающимся шедевром области хоррора как такового. То есть, получается, его создает литератор, относящийся к декадентам, наследник традиции О, Уайна и так далее. Это все одна связка такая. Но почему именно в это время? В самом деле, есть в этом определенное объяснение, и одно из них – это как раз традиции эпохи просвещения. В прошлый раз я вам демонстрировал, как зло может отыграться явление антиадромии, когда именно в расцвет эпохи просвещения начинается повальный страх вампиров или появление такой фигуры, как живоданский зверь. Естественно, примерно то же самое можно отнести к формированию образа двойника, и, в общем-то, это не случайно. До XVIII века зло было локализовано, оно было локализовано в фигуре врага рода человеческого, то есть в фигуре сатаны. Собственно, дословно, которого и можно перевести как противник. Иногда переводят как «вжасвидетель», то есть «враг как таковый». и, естественно, когда зло локализовано, когда зло выписано в саму картину мира, а не выброшено из неё, то, в общем-то, она функционирует вполне по тем же законам, по которым должен функционировать и весь этот мир. то есть люди, которые в деревнях или даже в городах якобы суеверно относились к оборотням, к призракам и так далее, на самом деле в какой-то степени боялись этих оборотней и призраков значительно меньше, чем человек, начиная с эпохи просвещения. Потому что они не столько боялись их, сколько они точно знали, что против каждого из них нужно предпринять. Они были вписаны в их реальность. Если вы не хотите там увидеть призраков, или вы живёте в Японии, ну, нужно цикад громких насадить, да, у себя в саду. Поставить там такой инструмент, суикинкуцу, это капали капают на чаши разной толщины, и звуки разные постоянно воспроизводятся. То есть если будет постоянно некий вот этот шум, звон, да, то призраки не будет. То же самое в христианской литературе. Все знали, что помогает священное писание, символ креста, да, и так далее. То есть этот механизм работал просто в силу того, что зло и его экстериализация, галлюцинаторная или реальная, мы же не будем этому выдаваться, но она была вписана в саму реальность, и, в общем-то, каждый знал, это, знаете, как сейчас какое-нибудь заболевание. Ну, вы пришли к врачу, вам выписали ответки, вы их пользуетесь имя, да, для того, чтобы противодействовать некому началу, которое может вам повредить. Начиная с эпохи Просвещения, доказывается, что абсолютного зла в его реальном воплощении не существует, что это суеверие и так далее, и зло, которое перестало иметь вполне зримую форму выражения, оно не исчезло, оно не стало нигде. Мы об этом в прошлый раз уже говорили, нигде и везде это одно и то же. Оно, естественно, стало везде. Именно с этого момента и можно считать то, что ужасное, или как Фрейд пишет, жуткое, да, в принципе, во многом синонимичное термин, то есть, ну, то же, частица отрицательная, это то, что вызывает дискомфорт, то, что может нарушить наше состояние, или, как это переводил Лакан, он будет термин такой экстимность, то есть, мы знаем, интимность, да, здесь экстимность, то есть, что-то предельно внутреннее, личностное, но находящееся не внутри нас, а вовне и угрожающее нам самим фактом вот этой экстериализации. Вот это и есть ужасное, жуткое, которое в эпоху Просвещения, получается, было выброшено за пределы зримой реальности, причем было выброшено, заметьте, по методу, который я вам описывал, ссылаясь на Агамбина, включение через исключение, его включают через предрассудок, через суеверие, и вот тогда-то жуткое начинает работать в полную силу, потому что жуткое оказывается вытеснено скрутофором. И что мы знаем, тут же появляется в архитектуре не у котика, а в литературе фигура дьявола начинает уже функционировать по полной. Это фактические рассказы, романы, которыми полнится литература конца 18-го и 19-го века, она еще постепенно мрачнеть начинает, и первый романтизм, да, он такой более-менее светлый, второй романтизм, это уже он весь сконцентрирован на теме смерти, как таковой, и естественно, и появляется жанр ужаса, как таковой. Уже без привязки к мифам и легендам, да, как понятно, что страшные сказки, которые выполняли во многом инициативную роль, они во многих культурах практиковались. Но здесь мы смотрим некую мейнстримную линию в европейской литературе, в которой одну из ключевых ролей будет играть как раз фигура двойника. Почему мы к этому еще придем? Надеюсь, это будет более-менее убедительно. По крайней мере, мысли кое-какие у меня на эту тему есть. И вот что любопытно, именно в это время появляется сначала фотосъемка, удваивающая реальность, и чуть позже, и, собственно, кинематограф, в конце самом 19 века, который, это уже не просто живопись, вы понимаете, это реальное удвоение окружающей нас реальности, по той простой причине, что это же действительно существующие люди, мы получаем их публикатор. Не как на портрете переосмысленной фантазии художника, а в прямом смысле слова, это копия реальности. И в этом смысле я бы сказал, что кинематограф и является воплощением этой фигуры двойника, таково же. И, в общем-то, во многом является реализацией хоррора Рептоколома. На первых же кинопоказах, как вы знаете, люди просто сбегали с места, не боялись этого надвигающегося поезда, хотя там крошечная лента на меньшие минуты идет, но этого было достаточно, чтобы произвести шоковое впечатление на людей, потому что они привыкли все увиденное вовне воспринимать как нечто реальное. А здесь мы получаем некий симулятор, публикатор реальности. То есть этот поезд никак не может им навредить, и тем не менее он надвигается, вызывая определенный физиологический период эксперимента. Жан Бодрияр в своей концепции симулякров именовал бы это все симуляками второго порядка, они связаны с технологией конвейерного производства, когда утрачивается сам подлинник. То есть понятие подлинника просто отсюда, он может быть только в чертежах. То есть вот у этого девайса, нет уже оригинального телефона, все остальные его копии, клоны. Все они в равной степени являются клонами идеи, инженерской, воплощенной лишь на уровне концепта. А так они все абсолютно одинаковые. Естественно, это очень близко к двойничеству. То есть двойник ставит под сомнение, почему он страшен? Он ставит под сомнение то, что он копия нас. Механические куклы 18 века могли быть даже комичны. То есть там было сразу же ясно, что они копия человека, они очень похожи, но подойдя ближе мы можем убедиться, что они отличаются. А двойник, он не является нашей копией, он является публикатором. Таким образом ставит под сомнение саму возможность подлинника как такового. С таким же успехом мы можем быть его копией. И подлинников вообще нет. А эти клоны могут разворачиваться на бесконечности. И вот что любопытно. Если бы сначала появился комбейер, если бы сначала появилось фотоискусство, кинематограф, а потом всплыла фигура двойника, то можно было бы говорить о некой зависимости от того, что вот бытие определяет сознание и так далее. Но здесь все сложнее. Фигура двойника появляется раньше. И это показывает как раз то, что наши, так скажем, в том числе и научные интересы устремляются в ту сторону, которая высловлена культурой. Вполне возможно, что создать эти технические средства можно было бы и раньше, если бы именно этот вектор был задан культурой. И туда нужно было бы ее развивать. Когда культура устремляется к фигуре двойника, в общем-то появляются все необходимые инструменты для того, чтобы зафиксировать этого двойника. Видите? Фото, да? И больше, собственно, жившего двойника кинематографа. И одной из первых таких действительно знаковых кинолент, в которых воплощается, это они уже в художественной форме, становится фильм «Пражский студент» «Тринадцатого года». Ганса Гейнса или Хайнса Эйнерса. Это писатель, выдающийся писатель. Его роман «Аль Раун» есть на русском языке. Если желание будет, то, я думаю, его можно даже в печатном виде найти, по крайней мере, в гукенистической литературе. Вот, его как раз очень хвалил Марка Аль Раунна. Изготовление своего рода такого творения Гранкенштейна, только здесь оно не безобразно. Девушка, созданная из корнона Драгора. Знаете, да? Это же воплощено в том числе и в кинематографе. Вот, замечательное произведение. Эверс завершил роман Шиллера «Духовидец». Одно из самых спорных таких у Шиллера произведений. Тоже есть на русском языке. И рассказ про вот такие какие-то расстановки, наиболее приоритетные. Собственно, у каждого студента я сегодня прочту сценарий целиком, небольшой. Буду показывать вам кадры из фильма. Вот что любопытно. Эверс, погрузившийся вот в эту идею двойника и создавший совершенно гениальный сценарий, гениальную кинокартину, потому что он привлек режиссера. То есть, можно сказать, что это все-таки его фильм. Иногда, что это фильм Реганера, спорный вопрос, сыграл блистательно главную роль, он был здесь со-режиссером, тем не менее, инициатором всего проекта Дэнс-писатель. Да и, в общем-то, если мы посмотрим дальше, чем будет заниматься Реганера, это немножко будет шаг в сторону от этой проблематики. И, тем не менее, Реганер, воплотивший фигуру двойника, казалось бы, полностью поняв эту проблематику, становится жертвой двойничества. В 20-е годы он заинтересовался идеями национал-социализма, очень сильная. А в чем суть национал-социализма? В общем-то, в этом самом докторе Джекеле и мистере Реганере. Наши же теневые стороны выкидываем в огни и полиции и вот таково-то другого. Он полностью погружается в кучину вот этого движения создает работы просто откровенно пропагандистского полка и вообще-то как и многие жертвы вот этого национал-социалистического идеализма, он подпал под его же раздачу. то есть в 30-е годы, когда нацисты уже утвердились по власти, в 34-м году большая часть его произведения была запрещена, потому что он был сексуалист. И публикуется только просто откровенная пропаганда, то, что у него есть такие работы, просто откровенные пропагандистские, но серьезный художник уровня Эверса естественно не мог посвятить всего себя вот такого рода литературе. Он умер в дичайшей бедности и по сути он был уже да не особо даже известен в этой самой Германии. Но настоящая слава в кавычках к нему пришла конечно же после разгрома третьего тут на него повесили всех собак. Ибо Германия активно пользовалась пропагандой созданной им. И естественно на долгие годы эта фигура вообще попадает из истории литературы. Столько отдышавшись от Второй мировой войны можно обратиться к Эверсу причем нужно понимать что та литература которую я рекомендовал она создана еще до его увлечения. национал социализма там на то есть мы фильм будем читать сценарий тринадцатый год еще и рядом он не стоял никакой национал социализм да и в принципе понимаете нужно разделять произведение автора от взглядов автора ну автор мог быть даже подлец хотя я думаю что в данном случае речь идет исключительно о том что человек как и многие другие видел в этом лично совершенную имуну и никаким образом не пытаясь его оправдать тем не менее хочу сказать что литература это очень хорошая это очень высокого класса литература которая демонстрирует как раз зарождение вот этого ужаса причем уже в более мрачной форме чем упор то есть упор у Гоголя это лишь намеки такие в эту сторону а здесь это уже прям совсем декабинская литература где конечно даже ну так скажем сложно себе представить что-то не могло быть последующим упрощено в кино оно просто просится это уже требует некого экстериализации дублирования действительно это реальность что касательно фильма Эверс как я уже говорил привлек к его созданию кинорежиссера датского Стеллана Рюе тоже человек с трагической судьбой Эверс ему поверил потому что в тот момент Рюе снял всего один единственный фильм и снял год назад в 12 год первый слофильм он приглашает его быть режиссером пражского студента и после пражского студента до конца своей жизни Рюе еще снимет более десятка фильмов при том что он снимал всего два года в 14 году на полях Первой мировой он погибет в очень молодом возрасте внутри четыре года самым знаковым фильмом в биографии этого режиссера станет именно пражский студент по несправедливости которой всегда учащихся его приписывают Паулю Бегина он был со-режиссером актером и со-режиссером киноректора конечно Паулю Бегина подающаяся фигура фактически один из основоположников экспрессионизма как такового блистательный актер почти во всех фильмах он снимается поэтому всегда оказывается со-режиссером то есть он не снимает когда сам играет эти моменты он обсуждает с другим режиссером который ставит эту сцену самые известные фильмы Бегинара это его трилогия о Големе самый известный Голем 15-го года чуть может менее известный Голем как он пришел в этот мир и одно из ключевых ролей Бегинара стала как раз главная роль Рой Балбрина в фильме Пражский студент что собственно это за фильм во первых нужно понимать год то есть это 12-й год на этот момент конечно несколько уже значимых фильмов в художественном жанре были полноразмерных но еще даже рождение нации не вышло понимаете то есть это на следующий год только выйдет рождение нации то есть речь где-то вот в самом-самом раннем даре становления кинематографа как художественного самоценного явления при этом фильм попадает по размерам нормальный современный метраж 85 минут примерно полтора часа времени фильм блистательно решен на всех уровнях и по актерскому составу по художественной проработке и вот я сейчас буду показывать фрагменты его именно на стоп-кадры прошу обратить внимание я особо не подбирал мне нужны были просто определенные сцены которые я буду описывать и почти все эти стоп-кадры это как высококлассная художественная постановочная форта фактически каждый любой кадр из этой киноленты он проработан настолько что это воспринимается как картина кинокартина в полном смысле этого слова что же это за кинолента что же это за сюжет и как там реализована фигура двойника фильм начинается с того как Брэйдуин роль которого исполняет как название как вы его видите устав от путежа со своими друзьями да промотав все деньги которые у него были он уединяется и в этот момент к нему подсаживается незнакомец с капинеллими наделять незнакомцев итальянскими фамилиями которые будут потом демонизированы еще от Гоунтмана и делать ааа и вообще я бы сказал иногда говорят что перечисляют ряд источников откуда Эверс заимствует сюжет я все-таки считаю что это некое фундаментальное обобщение концепции двойника европейской той причем авторское да здесь очень много игроков будет и тем не менее это самостоятельный сюжет так и вот появляется этот самый скапинелли и предлагает ему материальную помощь которой этот товарищ как раз сильно нуждается сейчас они вступают в диалог и в общем-то скапинелли располагает к себе Бальдуина и он соглашается с ним прогуляться пройтись вот здесь видите как раз момент появления этой фигуры такой несколько демонизированной что происходит на прогулке этих товарищей они прогуливаются по лесу где в этот момент графская охота идет и на охоте происходит несчастный случай графиня фон шварценберг ключевая фигура для последующего повествования падает с лошади и несмотря на то что это совсем мелко она удаляется и действительно может утонуть по логике повествования она теряет сознание она действительно могла утонуть но в этот момент как раз Бальдуин и скапинелли прогуливались рядом и Бальдуин спасает графиню его приглашают в замок знакомят с родственниками графини и в том числе с ее кузеном и женихом Бальдисом Шварценберг ну понятно что бедный студент он сконфужен таким высоким обществом он не знает как себя правильно вести тем более что ему явно понравилась графиня а она обручена и в общем-то он сконфужен оттуда удаляется и еще лишний раз убеждается в никчемности своего существования то есть если до этого у него основная проблема была что его не интересовали его друзья и у него не было денег то сейчас это все усугубляется еще и тем что он почувствовал мысль у него безсостоятельность он возвращается в подавленном состоянии домой и единственное что он умеет действительно делать по-настоящему он блистательный фехтовальщик как сказано лучший фехтовальщик в Праге вы видите шпань и огромное зеркало перед которым он тренируется и в этот самый момент второй раз появляется скопинелли и предлагает заключить контракт по которому Вальдуин получит целое состояние в обмен на любой предмет из комнаты Вальдуин это очень интересно продемонстрировано в кино то есть уже применяется своего рода такой эффект обманки там практически с пустой ладони скопинелли скопинелли или сыпли бесконечное количество монет а потом то же самое начинает делается с финансовыми уже были бумажные деньги действия происходят если память изменяет в 1820 году то есть в эпоху Водмана начало романтизма что дальше осмотревшись Байден понимает что у него дома в комнате в общем-то ценного нет ничего и естественно он подписывает этот контракт скопинелли очень долго ходит по комнате высматривает чтобы не взять взамен этого договора и указывает на зеркало говорит что я возьму твое отражение это вызывает губный хохот у Байдена и хохота тут прекращается после того как отражение оживает он начинает двигаться самостоятельно оно выходит из зеркала и уходит вместе с калерами понятно что и того и другого играет один и другого играет по тем временам еще было достаточно эффектно сейчас нас с этим никак не делишь тогда конечно это производило очень сильное впечатление когда мы видим действительно это было абсолютно так да тем более что здесь достаточно здорово выграно то что мы сначала видим зеркало потом это на самом деле понятно что не зеркало проходит другое помещение там все так обставлено что она действительно зеркало и неожиданно вот эта фигура которая просто дублирована главного героя обретает само бытие представьте себе ну такую ужасающую картину что обычно картина следующая вы смотрите в зеркало плавно когда вы закрываете глаза в момент когда вы закроете глаза ваше отражение исчезает вы его больше не видите просто а теперь представьте себе прямо противоположенную картину вы смотрите в зеркало и видите как отражение начинает закрывать глаза в тот момент когда мурав закроет вы исчезаете понятно что вот эти игры с зеркалом они очень сильно могут влиять на психику есть даже отдельные формии посвященные боязни зеркал и это не случайно мы еще об этом поговорим почему это так и тем не менее скопинолис сдержал свое слово то есть он абсолютно точен и вайдлэй становится очень богатым тянем сколько угодно неограниченное количество но нет отражения по сути он становится неким таким символом нежити который не отражается в зеркале так знаете почему не отражается нет потому что зеркало с противоположной стороны раньше делали напыление из серебра то есть оно их частично убивает но бывает только на уровне отражения понятно что в современных алюминиевых зеркалах по той самой первичной логике нежить должна отражаться и этот самый Байден становится большим авторитетом это же не средние века это тут где уже так скажем большое количество денег в общем-то может компенсировать отсутствие известной могилы он ну вот вы видите его шло он подходит к зеркалу не отражается в нем и богатый скалетый он может теперь абсолютно на равных быть в том же самом обществе что и график он встречает ее он очень рад она тоже к нему привлекает явный интерес но есть еще одна фигура с которой на самом деле кино начиналось хотя здесь сценарий она почти вначале не обозначена это шигура людушки это девушка которая заинтересована в Байдурине она простая она из народа и она начинает за ним всячески следить тоже очень важный момент Байдуринг попадает постоянно под наблюдение взгляд со стороны один из ключевых моментов для жуткого или ужаса как такового это стать предметом взгляда другого прежде всего другого с большой богатой об этом мы тоже еще о следующем поговорим здесь как бы второй момент добавляется то есть до этого мы видели просто героя потом он раздваивается а тут его жизнь еще подвергается постоянному досмотру досмотру со стороны на одном из таких вечеров Байдуринг объясняется в любви графине и в данном случае он видит что у нее это не вызывает никакого отторжения но им мешают из этого момента им мешать будут всегда но раздваивается в данном случае первая помеха оказывается вполне не особенно страшной это не другой помните когда я вам рисовал схему жуткого это не абсолютно другой а тот который просто является противником это в общем-то жених графини который появляется со своими друзьями и просто ее уводит на правах по-моему для вас но в это же самое время мы видим насколько фигура Вальдуина удваивается еще сама в себе он становится не просто персонажем но персонажем к которому устремлены разные взоры причем взоры зачастую для него невидимые в одном случае вы видите как Людушка пытается подсмотреть на его любовные записки графини где он назначает это свидание у него это не получится другая фигура значительно более страшная это первое появление двойника видит его в данном случае только он и эта тень исчезает она растворяется но он понимает что он под постоянным осмотром со стороны он постоянно является фигурой чьего-то взгляда то есть активность лакана запускается по полной нечто его личностное предельно интимное окажется вынесено вовне и угрожается во моем существовании что происходит дальше взгляд другого потому что если запустили то нужно выигрывать до конца неудавшийся ход с подсмотром места встреч на записке которую написал бальдлин графини людушка начинает следить за графиней она же знает что это лунгейбис значит если отследить куда она пойдет в общем-то можно выйти на след и здесь вы как раз видите вон удаляется графиня на еврейское кладбище где назначена ей встреча и за ней следящая людушка которая здесь выполняет исключительно вот эту функцию дублирования ситуации то есть вся ситуация идет с одной стороны нашими глазами глазами публики с другой стороны ее глазами что происходит дальше а дальше происходит следующее Вайдуин встречает грабину на еврейском кладбище ночью они гуляют по лунной ночи очень красиво решено эстетично все эти надгробия и в тот самый момент когда он пытается ее поцеловать появляется фигура двойника во всей своей ужасающей тождественности ему и естественно это полностью нарушает его идиллию графиня убегает а он пытается двойника догнать и это у него не удается он с легкостью от него скользает это очень важный момент потому что потом как в зеркале все будет выграно прямо противоположным в этой картине в сторону она быстро мягкая между запрещенными что происходит дальше так как у людушки никаким образом не получилось помешать развитию отношений графиня и вальдуина то она делает вполне логичный жест она опять же как и жених графиня попадает в сторону понятного другого он вписан в нашу систему но является оппонентом его ценностная система относительно нашей иной то есть ей не нужно чтобы у бальдуина были отношения с графиней ей нужно чтобы они с ним были отношения и она приносит платок в котором он передавал записки графини на ават и рассказывает о их походе на еврейское кладбище после чего аристократ естественно вынужден вызвать на поединок бальдуина но не забываем это же хорошее произведение если здесь что-то один раз было обозначено значит он отыграется бальдуин лучший хертовщик параги про это знают все победить его на поединке нельзя никак и престарелый граф приходит к бальдуину с просьбой спасти его пощадить и не убивать кузена графини а бальдуин долго сомневается но в итоге он идет навстречу старому графу и дает ему свое слово о том что он не убьет кузена хертовщик но здесь все начинает развиваться не по плану третье появление двойника мы видим которое будет совершенно гениально эта ситуация выиграна к замечательному романе который выйдет в это же самое время это роман Стефана Гравински «Тень Буфомета» если не читали это один из шедевров литературы ужаса или мистической литературы начала 20-го столетия очень глубокая литература он есть на русском языке то есть здесь проблема исключительная в том чтобы взять и прочесть и он небольшой не помню сколько но в пределах его страницы то что можно сзади речек просто прочесть там тоже эта же самая ситуация будет обыграна когда герой идет на поединок и навстречу ему выходит его двойник с окровавленной шпадой его двойник обретает наконец-то плотик и кровь то есть это не просто некая фигура призрака а это фигура которая только что убила груза графиню и естественно поставила крест на том чтобы его в принципе кто-то теперь в этот зал отпустил человек который убил последний перифоник и в данном случае Бальдуину ничего не остается как просто пытаться забыть о существовании графини в принципе что он пытается сделать и уходит в пьянство в путежи здесь блистательно конечно решены каждый кадр особенно мне нравятся сценарии игры в карты ну такую картину можно сделать настолько каждое решение продумано светотением причем бывает очень высвеженное светлое изображение вот например максимально затемненное с выхваченным светом лишь отдельными деталями вот эта кьяра скура это светотень она здесь здорово очень отыграна он играет в карты и неожиданно его соперником по игре становится его двойник то есть он не может уйти никуда куда бы он ни пошел он везде облетает эту самую фигуру это конечно приводит его в дикий ужас и после вот этой встречи с военником когда он понимает что в общем-то от него никуда не денется он решается на такой сильный поступок он все-таки идет графин он пробирается в замок тайком и попадает в покой графини объясняется ей в любви и она принимает его несмотря на содеянное и все бы было хорошо если в момент их поцелуя графиня неожиданно не обнаружила что в зеркале он не отражается есть только она его в зеркале нет и тоже психоаналитически совершенно гениально найденное решение то есть тут мы видим некую нехватку то есть до этого счастью графини Байберна всегда мешала как раз утрата утрата нехватки избыточности всегда появлялась лишняя фигура которая была лишней в полном смысле слова лишней в мире как таковом потому что это его отражение обретшее самопытие здесь же их отношением мешает как раз отсутствие отсутствие его отражения и естественно сказав А Эверс тут же говорит и Б и в этот самый момент когда обнаруживается отсутствие отражения Вайберна оно появляется но уплотили его как в крови графиня тут же падает в обморок и сцена обращается Байберн пытается сбежать от своего дворина очень долгая сцена погони он пытается от него спрятаться скрыться очень эффектно сделано фильм снимался в Праге то есть все эти виды красивые исторические причем по-моему связанные с кучей мистических легенд с кучей все это показано и Вайберн пытается сбежать от своего дворника на конной повозке он не глядя садится в повозку просит гнать во весь опор и в лесу где нету никого он пытается выйти и когда протягивает деньги кучеру то понимает что это в общем-то его двойник есть никуда он от него деться не смог здесь близится уже трагическая развязка и Вайберн приходит к себе домой измотанный заряжает револьвер и пытается покончить с собой в этот самый момент естественно появляется двойник никуда от него деться не может и Байдвин стреляет не в себя а в двойника двойник рассеивается исчезает и Байдвин смотрится в зеркало и видит свое отражение но в этот самый момент он обнаруживает что из него начинает течь король и в общем-то вполне закономерно он убирает убил двойника он убивает исключительно самого себя на этом кинолента не заканчивается у нее есть эпилог в котором сначала мы видим стихи стихи Юссе прочитаю там короткое совсем стихотворение тебя всю жизнь я прослежу к порогу смерти провожу и сяду над твоей могилой эти строки написанные мы видим их на экране и последняя кода этого произведения это двойник который сидит на могиле Байдуина и гладит черного ворона постепенно кадры темнеют он как бы растворяется в ночь и этот двойник что примечательно на протяжении всей вот этой коды он смотрит не на могилу Байдуина он смотрит упор в зал вот этот кадр черная птица вот она если изначально для немецких народов черный воронь это конечно птица исключительно позитивная то начиная с эпохи романтизма с отгара о конечно птица это наделяется демонизирует весьма и весьма грустный прежде всего исходя из христианской традиции черный воронь противоположен белому голову начиная с мифа о моем гавчат и вот такая кинокартина создана была в 13-м году и прошу обратить внимание что в это время уже по крайней мере на уровне интеллектуальной элиты достаточно широко распространена концепция психоанализа то есть толкование основедения это рубеж ну 900-й год рубеж 19-го 20-го века понятно что такой толстый труд навряд ли он там сзади не писался то есть все-таки конец 19-го начало 20-го столетия но в 13-м году конечно уже многие положения психоанализа захватывают умы интеллигенции и вот что интересно первая книга посвященная психоаналитическому осмыслению кинематографа будет посвящена именно этой киноленте и она появится ровно через год после этой киноленты это двойник Отто Ранг Отто Ранг ученик Зикунда Прейда единственный нет один из немногих психоаналитиков который не имел медицинского образования то есть он не врач поэтому его прежде всего интересовала конечно психоаналитическая интерпретация произведений искусства потому что в области психологии он не был столь же компетентен как его коллеги с медицинским образованием в общем-то все закончилось для Ранга достаточно печально потому что он выводит в книге травма рождения ключевую травму психическую которую он считает что это именно травма которую мы получаем на момент рождения все остальные становятся вторичными естественно детальнейшая проработанная концепция рождения символическое пространство на уровне дипа у Фрейда оказывается за бортом и Фрейдовские сподвижники разносят в пуху право эту работу Фрейд сначала достаточно лояльно держится но потом тоже вынужден ее подвянуть резкой критики но в десятые годы Фрейд с Рангом дружны более того Фрейд считает его основным своим сподвижником он стенографирует все заседания психоаналитического сообщества более того Фрейд позволяет ему дописать части в свои толкования сновидений и ссылается в той самой работе которую я упоминал уже сегодня в работе Жуткая 19-го года активно ссылается на двойника Ранга он вышел на русском языке он в прошлом году да в 17-м году достать сложно очень но можно гиборгически если захотеть книга очень интересная потому что подвергает вопрос двойничества всестороннему рассмотрению именно с точки зрения романтической литературы то есть Ранг всегда интересен тем что он дает очень обширный культурный контекст он в этом смысле наверное наиболее эрудированный из первых вот этих сподвижников Рейда даже если брать во внимание юнг Рейда то есть у Ранга всегда прям очень много ссылок зачастую даже на те источники которые не всегда кажутся нами лежащими на поверхности то есть он знает литературу разноязычную очень хорошо как же это все интерпретировать как интерпретировать вообще двойничество почему кинематограф обращается к этой теме тема это до сих пор жива в кинематографе растиражировано в бесконечном количестве хорроров и обыграно на уровне страха зеркал и обыграно на уровне именно двойника дупликата к последующим к этому будут добавляться естественно и клоу роботы то есть его робота все-таки чуть более позднее образование некая альтернатива классической игрушки механической машине только несоизмеримо более совершенно и как к этому подойти чтобы хоть как-то начать собирать урожай относительно двойника я предлагаю сначала обратиться к концепции Жакра Лакана связанная с стадией зеркала ну вот двойник вот и рамка фактически сразу же после фильма вышедший свет и рамк кстати сравнивает кинематограф не с удвоением реальности сколько с некой формой экстериализации сновидения он считает что к кинематографу корректно применять тот же механизм который применяется в психоанализе для интерпретации сновидений для нейрокритики понятно что нейрокритика детальнейшим образом уже проработана плейдом именно с толкования сновидений начинается его путь к широкой публике и ранг эти механизмы пытается применить к кинематографу кинематографу что же касательно стадии зеркала поначалу Лакан считал что это действительно некое частное явление которое возникает в детском возрасте у ребенка которое позволяет ему обрести самобытие более поздние годы то есть это становится некой фундаментальной концепцией которую можно распространить очень многие вещи и в общем-то наше я формируется именно благодаря этой самой стадии зеркала что есть эта самая стадия зеркала дело то что до момента осознания себя целостным ребенок имеет дело только с частичными объектами маленький ребенок не знает матери маленький ребенок знает лицо матери грудь матери и одно с другим не связано это разная вещь это отдельные объекты сам по себе он себя ощущает таким же образом то есть точка сборки происходит в тот самый момент когда ребенок готов воспринять себя целиком в зеркале совсем маленький он будет к этому просто не готов он не поймет что и все было ничего вроде как происходит сборка до нас целостное я которое в дальнейшем будет развиваться и функционировать как то что мы называем нашей субъектности но проблема в том что эта сборка возникает не на том месте она возникает на месте другого мы себя как целостно воспринимаем не там где мы есть а там где находится наше отражение и отсюда все существующие психологии как хорошие так и не очень хорошие вещи от эмпатии до всех проблем в том числе связанных даже на социокультурном уровне который я сегодня обозначал в связи с критикой национал-социализма когда свой день экстралилизуем и переносим на другого то есть мы уверены что этот человек делает что-то а не вы же сам не видя того же самого нашего зеркального отражения есть есть что-то другое когда человек сталкивается с зеркалом речь идет не о каком-то моменте личной биографической истории а скорее о фундаментальном концерте это не обязательно то что первый раз в зеркало посмотрел сразу это произошло речь идет о том как формируется наша психика в логическом измерении не хронологическом взгляд собирающийся в целостную конструкцию в зеркале во-первых что есть целостное целостное это то что может быть разрушено отсюда появляется страх вот где складывается первая точка тревоги изначально фрагментированное разрушено быть не может оно не воспринималось как нечто не делало когда оно собирается в нечто целостное это то что может быть разрушено и самое страшное что этим взглядом оно уже разрушено потому что между нами и тем отражением которое мы видим есть нехватка это нехватка локалом будет именоваться объект А или объект маленького А как иногда пишут в каком-то смысле это и есть наш взгляд это то что не отражается то что мы не можем прочувствовать в качестве отражающегося то что мы воспринимаем это как некую согласность да мы можем гипотетически приписать это нашему вынику но это то что не представлено конечно получается наш взгляд взгляд зеркала есть то что выпадает из вот этой диалогической конструкции поэтому локал достаточно долго развивал эти концепции ими активно пользуются современные психоаналитики стадии зеркала и со всеми вытекающими из нее последствиями мне кажется что то что фигура двойника во всех по крайней мере во многих литературных первоисточниках связано с зеркалом это позволяет произвести параллели провести параллели между этими феноменами получается двойник это мы не на том месте вот что важно и я вам уже говорил о том что очень долго зло было обозначено совершенно определенным местом его место было это фигура сатаны и ад место было вполне конкретное но начиная с эпохи просвещения зло теряет место а если что-то исчезает чего-то место оно всегда оказывается не на своем месте и естественно сопрягается с фигурой двойника если для средневековья абсолютное зло было представлено ужасающим монстром противоположностью совершенства дворца по образу которого создан человек то для нового времени зло обрело образ двойника иной стороны тени нас самих что зачастую значительно более страшно чем все средневековые мотивы козлового чудовища вместе взятые тот факт что фигура двойника в подавляющем большинстве европейских источников демонизировалась и воспринималась как фигура антагониста по отношению к главному персонажу по листованию может указывать на весьма интересную логическую конструкцию произведения Жанна Фолля Гоффмана Достоевского Фо Эверса и многих 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 других включая даже Андерсона свою тень в сказке двойник реальный или лишь отражение тень воплощает все худшие качества героя встает вопрос действительно ли это порченная копия то есть некое извращение природы которая не только является только лишь внешним подобием героя или между ними есть более сложные задачи более многоуровные если бы двойник был лишь внешне похож на героя то на самом деле он бы мог участвовать замечательно в комедиях но вряд ли попал в жанры которые мы сейчас можем именовать жанрами ужаса то есть если по действиям мы же воспринимаем человека не внешне а по его действиям естественно если появляется такая фигура которая ведет себя совершенно по-другому но лишь внешне похоже мы сразу же поймем что это просто другой персонаж и ничего кроме легкого конфуза вначале это не произведет никакого эффекта у меня есть у меня есть на том определенные мысли и здесь я думаю место привести цитату из романа Достоевского братья Карамазовы в которой как раз один из братьев Иван сталкивается с демонической фигурой которая наделяется чертами двойника не визуально не внешне а как раз по существу вот эта цитата ты воплощение меня самого только одной впрочем моей стороны моих мыслей и чувств только самых гадких и глупых мне только чего-то стыдно я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу как в прошлый раз но всегда угадываю то что ты меряешь потому что это я я сам говорю а не ты все что не есть глупого в природе моей давно уже пережитого перемолотого в уме моем отброшенного как падали ты мне подносишь как какую-то новость ты я я сам только с другой рожей ты именно говоришь то что я уже мысль вот эта сцена сумасшествия Ивана Карамазова в которой он высказывает своему условному двойнику что тот думает и говорит то же самое что он когда-то думал и говорил но отбросил как негодное но отбросил ли если двойник по-прежнему это утверждает и поврождает к жизни то что Иван называет падалью и перемеряем перемолотом отбросил не представляется что Иван значит это вовсе не отбросил и двойник это точная копия героя и этим он страшен но почему герой начинает восприниматься совершенно по-другому почему демонизируется потому что он оказывается не на том месте а если быть точнее не на своем месте точка взгляда нас на нас самих она другая чем точка взгляда учится на нас же самих находящихся не на том месте и получается что двойника делают дурным не какие-то его принципиально личностные отличия героя а то место которое он занимает то есть получается зло это понятие не столько этическое сколько топологическое это положение это место положения это место или в данном случае будет вполне корректно объяснить и фигуру дьявола в данном случае как его понимали прежде всего естественно в толпе ибо над винили христианство никогда не соглашалось это еле сию было и тем не менее дьявол борющийся с богом это типичный в общем-то образ для народного понимания христианства и дьявол это бог не на том месте а теперь представьте насколько может страшно оказаться фигура человека человек как известно создан по богу он уже двойник чем же тогда является двойник человека это двойник двойника бога отражение бесконечным становится и вот что здесь любопытно а любопытно здесь следующее то что в общем-то эта концепция позволяет понять почему зло как этическая категория она на самом деле не уничтожила потому что зло это неопределенные качества зло это не место в том смысле обретающее как от совершенно определенную локацию зло это мы же сами на ином месте и с какого-то самого момента это становится возможным а именно с эпохи нового времени когда зло лишается своего собственного места оно становится везде понимаете я вам показывал в прошлый раз эту схему где было положение взгляда 1, 2 и 3 положение взгляда другого в позиции 2 для нас не дождественно зло почему потому что мы всегда из него что-то можем усвоить и с тем же кузеном графини и с той же людушкой Бальден каким-то образом в диалог вступить мог но вступить в диалог со своим двойником по большому счету он не может почему как и в случае с Иваном Карамазовым в его сцене сумасшествия поговорить с ним можно усвоить из него ничего он дождественно а если мы ничего не можем из него усвоить соответственно это и есть абсолютно другой И наш контакт действительно абсолютно невозможен, ибо он воспроизводит то же самое, но с иной позиции. Соответственно, что мы можем усвоить из двойника? Мы из двойника можем усвоить только себя. Остальное в нём не усвояемо, по определению. Мы можем либо уничтожиться сами, либо уничтожить его, что по большому счёту одно и то же. Что такое стадия зеркала? Это то, что даёт возможность нам обрести своё самобытие, свою индивидуальность. Но в момент обретения самобытия мы теряем что-то самое важное. С точки зрения психоанализа – возможность наслаждения. Но до того, как мы обрели самобытие, в каком-то смысле мы и тоже не обладали, потому что не было самого понятия «мы», наше «я» и не было смысла. Естественно, если двойник наш исчезает, это будет тождественное психотическое безумие. Да, мы утратим своё «я», но приобретём ли мы что-то? Мы просто попадём в стадию нигеляции. Да, мы расстроились. Если же мы пытаемся смириться и жить с этим самым двойником, то, естественно, мы всегда окажемся в чём-то, в позиции с одной стороны нехватки, как это было показано в сцене поцелуя с графиней, когда он не отражается в зеркале. То есть из нас что-то самое важное выпало в момент, когда мы увидели себя в зеркале. Из нас выпало то самое место, которое мы занимали. То есть мы видим себя не там. С другой стороны, мы обретаем нечто, что можно было назвать утратой нехватки. То есть до этого-то мы были кучей частичных объектов, но они были не удвоены. А здесь в отражении мы получаем что-то, что как раз Алла Капман называл «чего не надо было». Нечто превосходящее нас. Тот, чего больше. Это избыток одновременно. И нехватка, и избыток. И, кстати, в пражском студенте это выграно совершенно потрясающе. Причём подряд. Отсутствие отражения в зеркале. И тут же появляющаяся фигура двойника, которая уже раз и навсегда пресекает отношения его с графинами. И почему этот фильм актуален по сей день? Потому что это действует на каждого из нас. Потому что речь идёт о вещах не просто некой сказки, не просто неком рассказе, и даже не просто отражении эпохи появления конвейерного производства. Речь идёт о том, что мы сами впадаем в эту самую ситуацию. С одной стороны, нам чего-то не достаёт, а не достаёт, соответственно, того самого места, на котором точка сборки происходит. С другой стороны, мы всегда оказываемся удвоены в отношении к самому себе. Потому что только вот эта внешняя точка способна верифицировать нашу субъектность, наше индивидуальное существование. Это очень страшная на самом деле концепция. Мы когда дойдём до фильма Бэккета, он обычно не считается фильмом ужасов, но я считаю, что вообще это одна из самых страшных киностей понять о чём. То мы посмотрим, насколько на самом деле это страшная вещь оказаться единственной возможностью верификации нас, когда оказывается лежащее вовне. Вы сами понимаете, что вовне очень много людей, и каждый может вас верифицировать. И они все вас верифицируют по-разному. Оказывается, что мы как целостность соответствующая составляющая. У нас очень-очень-очень много в глазах всех этих самых людей. Их единичной реальности просто нет. Это, конечно, не тема фильма, которую мы сегодня разбираем. Эта тема уже Бэккетовская. Но, в общем-то, в фильме, уже одном из самых первых фильмов ужасов, уже ставится очень-очень серьёзная проблематика. И в одной из своих, так скажем, фундаментальных работ, Жан Бадрия, на которую я уже ссылался, в работе «Фотальные стратегии», пишет совершенно потрясающий текст. От книги с него начинается прямо. Вещи нашли способ избегать диалектики смысла, который им не кучало. Пролиферируя до бесконечности, потенциализируясь, превосходя свою сущность, доходя до крайности и обсценности. Он описывает вещи как живых существ. Причём, создаётся абсолютное представление о том, что он говорит о вещах как не вещах. Вещи более не вещи. И если Бадрия концентрируется на мысли о том, что вещи утратили своё место, вещи теперь зачастую оказываются хозяевами, а мы лишь операторами этих самых вещей, то я бы сказал, что вещи не столько утрачивают своё место, сколько современный мир вещей всегда оказывается не на своём месте. И в этом смысле является тождественным человеком двойника. Ну, представьте себе, у нас в топографии разрывают, вот такая работа, ранняя Бадрия, не та, которую я цитировал, система вещей, которую он анализирует современный на тот момент быт. Ну, в общем-то, он и сейчас мало чем отличается. Вы представляете себе такую безобидную, в общем-то, вещь, как диван-кровать. На самом деле, это и есть идеальная форма выражения топографии зла. Это вещь, которая всегда находится на своём месте, потому что её не может быть место. Потому что в качестве дивана – это вещь, которая предполагает, что вы на ней, допустим, принимаете гостей. В качестве кровати – это вещь, это сердцевина дома, предшествующую эпоху, там, где совершается таинство врага. Это очень интимная вещь. Но эта вещь, будучи диваном-кроватью, оказывается всегда не на своём месте. Хотя они не всегда в одно и то же время. Но, получается, вы принимаете друзей там, где отдыхают хозяева этой квартиры, хотя они в это же самое время. И, наоборот, вы спите, отдыхаете там, где, в общем-то, в зоне публичности. Это вещь, которая не имеет своего места, она его не может иметь, потому что она выполняет две противоположных взаимоисключающих функций. И вот, что такое проявление зла и двойничества в двадцатом столетии. Мы сплошь в него погружаемся. Такая дивная вещь, как эти квартиры-студии. Что делает в спальне холодильник, даже если он стоит на своём месте, он стоит не там, где ваша кровать, но у вас одно пространство. Которое становится, как говорит ВДВ, функциональным. Но у него это очень страшно. Это не то, что удобно. То, что включает вас совсем в иную систему взаимоотношений. То есть не вы становитесь хозяевами этих вещей, а вы становитесь операторами этих вещей. А это совсем не то же самое. И, естественно, это тоже самое двойничество, на первый взгляд не похожее, но на самом деле суть его одна и та же. Это вещь, попадающая не на своём месте, вещь, решившаяся местом. Холодильник у вас в спальне, а кровать на кухне. Потому что у вас нет ни спальни, ни кровать. У вас одно свободное открытое помещение, которое якобы лишь ментально перекраивается вами и выполняет всё время различные функции. Вот эта функциональность по батриарху и является тем, что он этим словом называет. Это не то, что удобно функционировать. За это удобство мы рассчитываемся очень и очень дорого. Мы полностью погрузились в кучину того, что мы могли назвать злом. Но это зло не в этическом своём виде, а зло это исключительно топология зла. Все вещи лишились места. Вещи более не вещи. А соответственно статуса обладателя этих вещей лишаемся и мы. Вот оно распространение области зла на всю территорию. То есть если оно не локализовано, в аду, сколь бы абсурдно это не выглядело, но это очень полезный миф был. Когда утрачивается место зла, значит оно становится везде. Оно распределено по всей территории нашей реальности. В качестве естественно вытесненного, но это не значит нерабочего. Что у нас? Время уже закончилось. Тогда давайте с этого же места прямо продолжим дальше. Я думаю, пару лекций у нас на двойника уйдёт. Ладно, давайте до следующего раза тогда. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok